Всем привет! Аквариум Ювель 120 литров. Очередной раз перегорел свет, перегорел дроссель или как называемая Эпра. Рыбы уже полмесяца живут без света. Изначально в аквариуме стоял вот такой вот светильник. Лампы я сейчас снял. Вот такие вот лампы стояли на 24 ватта. 438 миллиметров. Вот перегорел дроссель или как ее называют Эпра. Родная. Вот такая вот стояла внутри Эпра. Ювель. Она перегорела и как бы ремонту она может и подлежит, но это будет стоить... Ну никто не брался за ремонт и поэтому родную тоже я такую не нашел. Навряд ли вы тоже найдете родную. Ставят аналоги. Так как... Почему родной нет? Так как не предусмотрено здесь ничего. Это мы видим. Сейчас я расскажу. Я сам вырезал все. Не предусмотрена замена. Предусмотрено полностью менять светильник, который стоит, я думаю, на данный момент больше 5000. Но зачем нам это все делать 5000 платить, так как они в принципе-то регулярно горят, я хочу сказать, хватает на пару лет. Вот этот полетел после, наверное, года трех, наверное, эксплуатации. Я не знаю, где-то так вот примерно. Такого мы родного не найдем, так как не предусмотрено это все. Кому интересно, вот такой вот стоит. Сейчас я покажу. Вот такой вот номер. Можем посмотреть. Т5. Вычитал, что можно как бы поменять и поставить аналоги. Нашел на Авито продавца, который... Ну частное лицо, который продает эти Эпра. Я ему рассказал, какой у меня аквариум, какой с собой взял, какой у меня стоит. И он мне подобрал на него аналог. Кому интересно, также я показываю аналог. Он по размеру намного меньше. По ширине он одинаковый. По высоте тоже одинаковый. Но гораздо короче. Этот длиннее, этот короче. Чтобы поставить его сюда, вот эта вот часть, она не разборная в аквариуме. То есть она, ну не разбирается она. Даже если приложить какие-то усилия. Где-то, может, в каких-то моделях он и разбирается. Этот, на этой модели не разбирается. Аквариум Ювель 120 литров. И поэтому было принято решение вырезать. Вырезал я, по-моему, выпиливал. По-моему, болгаркой я выпиливал. Вот эту часть выпилил я. Из оргстекла тоненького у меня вот... Я нашел, что пластика я не нашел, куска. Можно было, в принципе, и пластик сюда запаять. Я не нашел. Нашел, вот у меня было такое оргстекло, как бы полупрозрачное. Выпилил оргстекло по размеру. А здесь у меня как бы выступ. Вот здесь вот был. И он. Эпра не садилась ровно. Не ложилась. Этот выступ я счистил на болгарку по... По-моему, по металлу я поставил диск по металлу. И также я его ошлифовал здесь. И стало у меня здесь совсем вот ровно. Сейчас света добавлю здесь. Вот мы видим. Все ровненько я шлифанул. И как получилось у нас ровная площадка. Обезжирил. Приклеил двухсторонний скотч. Пять кусочков маленьких. Здесь также обезжирил. И приклеил на двухсторонний скотч. По бокам эту Эпру я прихватил здесь. Вот здесь по краям. С краю с этого, с этого края. И с боков я прихватил на термоклей. Что хочу сказать. Держалась отлично. Я вот сейчас, когда менял, я еле отодрал ее. Итак. Поставил я вот эту Эпру. Приложил вот этот кусок оргстекла, который мы вырезали. Зачистил я все края здесь. Зачистил. Также само оргстекло зачистил. И прислонил. И залил все из пистолета термоклеем. Года четыре, наверное, продержалась у меня эта Эпра. И, как обычно, вышла из строя. Искать такую же за ней надо ехать. Ну, достаточно далеко для меня. Ехать за такой же Эпра. И стоит она побольше тысячи. 1300. Я сейчас последнее, что нашел. 1300 такая вот стоит. Решил я сделать по-другому. То есть, не захотелось мне опять покупать Эпру такую за 1300. Опять вставлять, сколько она проживет. Ну, хотя можно было. Ну, я говорю, повторюсь. Мне за ней ехать далеко. Опять с кем-то встречаться, подбирать время. Мне это неудобно. И некогда не получается у меня никак. Что я решил сейчас сделать. Посмотрел на форумах, что люди пишут. Ставят светодиодные прожекторы сюда. Хорошая идея. Думаю, надо попробовать. Взять пару прожекторов. Не пойдут сюда. Так я их поставлю на дачу. Как бы ставят на аквариумы два прожектора по 30 Вт. Световой поток был не меньше 2000 люминов. Я взял. Было 2500 люминов. И световая температура там 6600. Только вот такой вот. Нашел 6500. Вот взял такой вот Гаусс. Понятно, все это китайское. Сейчас у нас все китайское. Советовали еще купить как бы два таких прожектора по 30 Вт. Вот данный прожектор я покупал за 430 рублей. А я купил два прожектора, как и советовали. Это стекло. Это не пластик. Матовое стекло. Вчера взял, попробовал. Я подключил напрямую как бы от розетки. Подключил и поставил над аквариумом один. Такой аквариум стал яркий. Он раньше таким никогда не был. В моем аквариуме был как бы полумрак. Такой темновато было. От одного вот такого вот прожектора в аквариуме стало намного ярче. Я решил даже не ставить второй. Обойтись одним таким вот прожектором. Прожектор мы видим регулируется. То есть вот так вот делается. Отсюда я все вытащил. Все это снимается, разбирается. Здесь резинки стоят. Они вытаскиваются. Отсоединяются провода. Все, я провода отсоединил. Оставил только вот эти провода, которые приходят от розетки. И они идут. Вот этот подключим диодный прожектор. Припаяем провода и сделаем их герметично. Заизолируем и так далее. Вначале я хотел поставить два прожектора. Вот один вот сюда вот с одной стороны. Второй прожектор с этой стороны поставить. Но я говорю, вчера посмотрел, попробовал. Один поставил. Я говорю, аквариум стал очень яркий. И я решил остановиться на одном прожектора. Делаем вот это посередке. И вот у нас будет как раз вот так вот. Светильник водонепроницаемый. Сейчас мы этим и займемся. Так, запаял здесь провода. Посадил на термотрубке. И сверху еще облил термоклеем. Все равно влага будет. Вдруг будет туда попадать. Я не знаю, что здесь. Как плотный контакт или не плотный. Я тоже эту часть оболью термоклеем. Так как прожектор у нас один. И стоять он будет посередке. Ищем примерно середину. У нас будет держаться на двух болтах. Один мы просверлили. И второй у нас вот здесь. Вот. Прикручивать будем на болты пятерка. Шайбочки поставим с двух сторон. Чтоб провод не мешался, мы его можем здесь подтянуть. Так. Ну и в общем вот так у нас получилось. Посмотрим. Сейчас поставим. И посмотрим какой будет свет. Как будет светить. Так. Мы видим мерцание. На камере. Глазами это не видно. Но на камере видно мерцание. Так. Ну вот. Убрали мерцание. Путем перевода камеры в NTSC впал вниз. Весь полностью освещен четко. Хорошо. Но верхняя часть мы видим, что немного темноватый. Верха. В принципе, кому одной лампы будет мало, можно поставить и две. В принципе-то. Но мне пока хватит одной. Низ весь четко освещен. Даже ярче, чем было раньше. Далее я решил немного приподнять прожектор на пару сантиметров. Подальше от воды. Так. Вот мы быстренько ее укоротили. На сантиметр где-то. До конца сесть не дает вот эта выемка. Она упирается вот сюда вот. Мы ее сейчас чуть-чуть здесь подровняем. Бокорезами мы отрежем. И получается сначала мы прикрутим вот эту вот железочку. Нам так удобно будет. Очень легко мы ее прикрутим. Все удобно. Наживили. Так вот она у нас будет как раз ровно. В общем-то так заново здесь проходим термоклеем и ставим на место все. Вот он стоит над водой. И после этой манипуляции свет в верхней части стал немного лучше. После чего я решил приподнять прожекторы еще выше. В итоге сделал так вот. Чуть-чуть приподнял его еще побольше. Вырезал. Здесь вырезал углубленица. И светильник поднял выше. Ну вот так получилось. Светильник задрал повыше. Совсем чуть-чуть верхние углы. Темновато. Но ничего страшного. Оставим так. Если второй поставим, будет то очень ярко. Чересчур даже ярко будет. Все. Кому полезно было видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока. Пока.